Продолжение следует... Продолжение следует... ...которые окружают собственные опухолевые клетки в пределах узла. А вот дальше такая ремарка. Сами как бы не являются неопластическими или моноклональными. Здесь стоит знак вопроса, и несколько позднее я поясню, почему он здесь стоит. Хотя, наверное, в большинстве случаев действительно они все-таки не являются неопластическими. Ну вот, собственно, что входит в микроокружение. Есть несколько групп клеток, которые мы уже обозначили. Сейчас мы это конкретизируем. Это иммунные клетки. То есть это клетки, собственно, которые относятся к иммунной системе. Как в рожденном иммунитете, так и приобретенному. Вот они обозначены на слайде. Это лимфоциты, это плазмоциты. Клетки гистеоцитарного ряда, которые и в приобретенном, и в рожденном иммунитете принимают некоторое значение. А гранулоциты и мостоциты. А также есть стромальные клетки самые разнообразные. Фибробласты, миофибробласты, даже адипоциты, что может показаться странным. Могут действительно играть роль микроокружения, а не просто резидуальной жировой ткани, которая осталась там, где выросла опухоль. Нероэндокринные клетки, нервные клетки. Есть также стволовые стромальные клетки, о которых, я думаю, многие из вас слышали. Ну и, собственно, стромальные волокна, которые этими клетками образованы. Все это также является компонентом микроокружения. И, собственно, сосуды. Ну вот такая картинка, собственно, это то, что я уже, в общем, обозначил. Все эти компоненты так схематично здесь изображены. Вот синеньким обозначены опухолевые клетки. Все остальное – это разные иммунные клетки, лимфомного ряда и нелимфомного ряда. Ну и, собственно говоря, сосуды здесь показаны. Да, и вот еще зелененькие фибробласты. В общем, схему эту я привел для того, чтобы вы примерно себе представили вообще, насколько разнообразна получается клеточная популяция опухолевого узла как такового. Что там далеко не только, собственно, опухолевые клетки имеют место. Ну вот хотелось бы поговорить, как оно может различаться, микроокружение между опухолями. Оно может… Все очень просто. Качественные и количественные различия. В общем, такая простая арифметика. Понятно, что по степени выраженности бывают опухоли, богатые микроокружением. И лимфома Ходжкина – классический на то пример. Также есть воспалительная мемофибробластическая опухоль. Вот речь идет не только о лимфомах. Ну и также бедным микроокружением, например, лимфома Бёркета. Ну вот, пожалуйста, классическая лимфома Ходжкина. Уже это вот как бы один подпункт ответа на вопрос, почему на примере лимфом я бы хотел разобрать микроокружение. Потому что вот таких опухолей, как показано на картинке, наверное, больше не найти. Когда мы видим единичные клетки опухоли, они обведены синим цветом. Там есть еще некоторые, не все из них обведены. Но вся остальная масса, которую вы видите перед собой, это не, собственно, клетки опухоли. Это все ее микроокружение. А вот воспалительная мемофибробластическая опухоль. Это мягкотканная опухоль. Вот эти розовые прослойки, это, собственно, как бы волокна стромальные. И там можно разглядеть, верите, на видные клетки опухоли, которые непосредственно являются опухолевыми клетками. А вот эти вот крупные поля с, в общем, такой круглоклеточной инфильтрацией, это плазмоциты и лимфоциты, которые представляют собой микроокружение для данной опухоли. А вот, пожалуйста, лимфома Беркетта, совсем обратный пример. Вот то розовое, что вы видите, это то, что осталось от нормальной ткани. Причем, ну, то есть это была какая-то фасция, которую опухоль инфильтрировала. А реально микроокружение здесь минимальное. Все остальное, вот эти синие округлые клетки, которые вы видите перед собой, это клетки непосредственно опухоли. Но разве что можно разглядеть иногда макрофаги, которые поглощают клеточный детрит. Это другая часть спектра. Ну, собственно говоря, вот я сказал, да, количественные различия мы рассмотрели. Есть также качественные различия. В общем, преимущественно лимфоциты, например. То есть один тип клеток может составлять микроокружение. Это характерно для классической лимфомы Ходжкина, ее конкретного подтипа, богатой лимфоцитами, за что он и получил свое название. Вот. Или есть абсолютно разнообразная композиция клеток. Туда входит все, что угодно. Все, что мы уже до этого с вами перечислили, это лимфоциты, плазмоциты, гранулоциты, гистиоциты, даже фолликулярные дендритные клетки, фибробласты и сосуды. Это, например, характерно для такой лимфомы, как ангиомонобластная, это клеточная лимфома. Ну вот, пожалуйста, опять же, иллюстрирую вам эти примеры, о которых сказал ранее. Это вот классическая лимфома Ходжкина, богатая лимфоцитами. Красненьким обведены опухолевые клетки. Все остальное, практически все, что вы видите, это лимфоциты. А вот, пожалуйста, ангиомонобластная лимфома. Ну, здесь просто для, может быть, сокращения времени, как-то упрощения, я не привел иммуногистохимические препараты, которые могут позволить декорировать некоторые виды клеток, которые не имеют, может быть, таких ярких морфологических отличий. Но я все-таки поясню, что сюда входит. Вот, например, таким вот бирюзовым цветом выделены не опухолевые клетки, а выделены так называемые B-лимфоциты, которые, как правило, в ангиомонобластной клеточной лимфоме являются еще еберпозитивными, то есть содержат в себе Эпштейн-бар-вирус. Что совершенно уникально, потому что сама по себе лимфома-то клеточная, а включают вот такие уникальные B-клетки, инфицированные Эпштейн-бар-вирусом. Вот они такие более крупные по размеру. Кроме того, вот вы можете видеть яркого цвета, такого малинового и зенофилы. Кроме того, много мелких лимфоцитов с плотным хроматином ядер, тоже являющихся фоном. Сами опухолевые клетки, это Т-клеточная лимфома, вот они имеют светлую цитоплазму, такой вот средний размер приблизительно. Их тут примерно половина от всего, что мы видим. Ну и, конечно, большое количество розового цвета волокон, гистиоцитов, фибробластов. И если бы мы еще с вами использовали определенные средства для подкрашивания, мы бы увидели фолликулярные дендритные клетки. То есть вот эта обратная часть спектров, в которой действительно микроокружение самое разнообразное. Ну и все, что мы уже обсудили, какое бывает микроокружение, теперь хотелось бы вообще сказать, что оно делает, вообще зачем оно нужно, почему оно так различается. У одних опухоли его почти нет, у других оно такое обширное, такое разное. Это можно вот довольно просто описать вот этими двумя пунктами, которые выведены на слайд. Это либо поддержание роста опухоли, либо онкосупрессия. Ну, причем понятно, что опухоль как-то сама, собственно, опухолевые клетки, контактирует с микроокружением. То есть они могут либо дополнительно стимулировать поддержание собственного роста, как-то сотрудничать с этим микроокружением и даже его рост усиливать. Либо, понятно, если это микроокружение направлено на онкосупрессию, понятно, что оно, наоборот, подавляет такое микроокружение. Опухоль как-то пытается взаимодействовать с этим микроокружением. Ну а если говорить о механизмах формирования, тут, конечно, можно это сделать отдельным предметом лекции Но мне бы хотелось три важных пункта вывести в понимание механизма В общем, первое, вообще, как микроокружение формируется Понятно, что, ну вот здесь я избрал такую картинку с клеткой лимфомы Ходжкина Это HRS cells Ходжкин-Rich-Ternberg cell Вот, опять же, поскольку мы разбираем все это на примере лимфом И вот тут вам станет понятно, почему на примере лимфом, наверное, наиболее актуально это разбирать Потому что, если говорить о лимфомах, понятно, что это такие опухоли, которые сами происходят из иммунных клеток Ну, из лимфоцитов, да, если грубо говорить И вот тот язык, на котором разговаривает микроокружение, тот язык сигнальных молекул, для них наиболее доступен Поэтому они, возможно, еще более эффективны, более изощренным и разнообразным образом взаимодействуют с микроокружением И его выстраивают, чем другие солидные опухоли Вот, и вот три параметра, которые стоит, пожалуй, уяснить Первое – это паракринный механизм и эндокринный механизм регуляции То есть это означает, что опухолевые клетки выделяют определенные соединения, которые либо действуют совсем дистантно На больших расстояниях, можно даже сказать эндокринно Или которые действуют на небольших расстояниях паракринно, на близлежащей клетке Собственно говоря, цитокиновая регуляция, вот что лежит в основе формирования микроокружения И сюда приходят, соответственно, те клетки, которые нужны опухоли для ее подпитки Вот некоторые из этих молекул перечислены, которые, например, привлекают ТХЛ, периозинофилы, фибробласты, мостоциты и гистиоциты В случае лимфомы Ходжкина Они, как правило, все играют на как раз поддержание роста опухоли, а не на борьбу с ней А дальше есть, понятно, и другие лимфоциты, которые борются с опухолью Безусловно, опухоль будет этому сопротивляться и выделять другие соединения, которые будут ингибировать приход таких клеток Это, собственно, первый пункт Второй пункт – это то, что, конечно, между собой клетки микроокружения, вот они такие разнообразные, будут тоже взаимодействовать И, например, те клетки, которые поддерживают рост опухоли, они могут в свою очередь ослаблять те, которые с ней борются То есть, если говорить о микроокружении, может вскружиться голова от обилия взаимодействий опухоли с этими клетками Этих клеток между собой, их с опухолью Вот для этого приходится хоть как-то это разграничивать на направление взаимодействия И третье, что я хотел бы выделить, это то, что микроокружение еще осложняется тем, что оно не просто хаотичное Это не хаотичный такой компот из клеток, а это определенная архитектура И, опять же, лимфома Ходжкина является, наверное, наиболее удачным примером в этом смысле Наиболее показательным, потому что, вот вы видите, тут есть определенные Т-клетки Которые как бы окружают крупную опухолевую клетку, выстраивают вокруг нее розетку И экранируют ее от других, которые бы с ней боролись Поэтому, если изучать микроокружение, то имеет смысл, кроме того, учитывать архитектонику микроокружения Ну, понятно, вот этот слайд, наверное, немножко подытоживает С одной стороны, то, что мы уже с вами сказали От чего вообще зависит микроокружение? От характера самой опухоли, от ее потребностей Что ей нужно для того, чтобы увеличить свой рост Что ей нужно для того, чтобы экранировать себя от цитотоксических лимфоцитов Ну и, кроме того, от ее иммуногенности Вот тут как раз как бы это параметр, который от самой опухоли исходит Но не играет в ее пользу, иммуногенность опухоли Потому что чем у нее больше мутаций, чем она более разнообразная Тем, наверное, на примере меланома мы это знаем Тем наиболее будет бурный ответ иммунной системы Но, тем не менее, это не играет на руку опухоли А второе, конечно, от чего зависит микроокружение Это, собственно, от статуса иммунной системы организма Главным образом это влияет именно на иммунный компонент микроокружения Вы помните, мы подразделяли разные компоненты Иммунные клетки и неиммунные Так вот, иммунные, конечно, будут зависеть от статуса иммунной системы И не случайно У ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых свой особый иммунный статус Когда подрастает популяция техелперов Несмотря на то, что мы, казалось бы, радуемся, что у них позитивно подрастает популяция По отношению к основному заболеванию То есть ВИЧ-инфекции У них повышается риск заболевания лимфомы Ходжкина Потому что вот именно эти клетки питают опухоли клетки в лимфоме Ходжкина Вот такие вот ножницы, к сожалению, мы имеем Теперь хотелось бы остановиться хотя бы понемножку тезисно На основных иммунных, ну и немножко на неиммунных компонентах микроокружения Какое значение они имеют клиническое? Для чего мы вообще все это изучаем? Для чего мы об этом говорим? Вот, и как это функционирует? Как это клиническое значение достигается? Чем оно обусловлено? Ну, сразу скажу, что клиническое значение проверить, наверное, немножко легче Мы можем что-то посчитать в опухоли И посмотреть, как меняется выживаемость Разные ее виды А вот, что касается механизма, далеко не всегда мы можем это объяснить Ну вот, что касается гранулоцитов микроокружений Понятно, это клетки, которые ответственны за врожденный, неприобретенный иммунитет Узенофилы и нейтрофилы В общем, известны всем В лимфоме Ходжкина, в классической лимфоме Ходжкина Вот КЛХ, она здесь сокращена Если говорить об эозенофилах То у них есть взаимодействия специфические Это CD40 и CD30 Ну, леган взаимодействует, собственно, с самой белковой молекулой Которая находится на опухолевой клетке Собственно, мы знаем, что эти взаимодействия подпитывают Увеличивают рост опухолевых клеток И действительно, есть работы, которые показывают Правда, немногочисленные Что более высокие уровни эозенофильной инфильтрации Коррелируют с неблагоприятным прогнозом В классической лимфоме Ходжкина Кроме того, отношение нейтрофилов к лимфоцитам В классической лимфоме Ходжкина Внутри микроокружения Тоже ассоциировано с более худшими показателями выживаемости То есть, вероятно, нейтрофилы подпитывают опухоль Если перейти к лимфоцитам То, наверное, стоит начинать с хелперов Да, это TH-клетки Первого и второго типа Которые, вроде бы, казалось бы Из-за знания об общей иммунологии Могут оказывать противоопухолевую цитотоксичность Но они являются хелперами Они помогают другим Б-клеткам, если это TH-2 клетки Или, может быть, CD-8 клеткам Если это TH-1 клетки И, тем не менее Обнаружены совершенно уникальные вещи В лимфоме Ходжкина Например, одни и те же цитотокины Туморникротический фактор Который выделяется Т-хелпером первого типа И, казалось бы, должен играть Как противоопухолевый агент В лимфоме Ходжкина, наоборот, может увеличивать Выживаемость опухоли Это говорит о том Что, в принципе, опухолевые клетки Как хотят, как им более выгодно Так они более и распознают Одни и те же антигены То есть вопрос не только в том Что выделяет микроокружение А в том еще Как это распознает опухоль Ну и кроме того, конечно Стоит сказать о T-регуляторных лимфоцитах Которые, наоборот, снижают противоопухолевый иммунитет Это вообще их функция Супрессировать иммунную агрессию Конечно, опухоли этим пользуются И вот на слайде Здесь голубым обведены Вот эти крупные Неокрашенные иммуногистохимические Опухолевые клетки Которые окружены в розетке Из T-клеток позитивных В данном случае проведено Окрашивание к CD4 Как раз к маркеру Который в том числе Окрашивает регуляторные T-клетки Поддерживающие Опухолевую популяцию И ограничивающие ее От других цитотоксических влияний А вот CD8 цитотоксические Лимфоциты Да, их функция действительно Более однозначна Они все-таки борются с опухолью И отсюда совершенно неудивительно Почему их популяция Такая немногочисленная В лимфоме Ходжкина Вот они здесь Коричневым цветом Обозначены на иммуногистохимии А голубым цветом Обведены Таким бирюзовым Собственно опухолевые клетки Неокрашенные Тем не менее Все-таки В тех случаях Где процент этих клеток Выше Действительно Такие случаи Лимфомы Ходжкина Имеют более лучший прогноз Вот который Например В одном из исследований Был измерен Как более высокие показатели Свободы От неудач терапии Если говорить О натуральных киллерах То это действительно Уникальные клетки Тем, что они Реагируют С нежелательными Какими-то агентами В том числе с опухолевыми клетками И проявляют Свой иммунитет Более простым образом Наверное Не пользуясь Помощью Техелперов Вот Но зато Конечно Их взаимодействие С опухолевыми клетками Менее селективное Они распознают Определенные молекулы Которые находятся На опухолевых клетках И на опухолевых клетках Эти молекулы Представлены В более высокой концентрации Чем на неопухолевых клетках Понятно Что это может давать сбои Но все-таки Это такой грубый механизм Который зато действует Более быстро Без помощи Каких-то посредников Вот И действительно Изучалась также Роль этих натуральных киллеров В лимфомах Вот например В диффузной Боклеточной Крупноклеточной лимфоме Которая в отличие от Лимфомы Ходжкина Не славится Как правило Выраженным микроокружением Вот у тех пациентов У которых было Более высокое количество Циркулирующих Натуральных киллеров В периферической крови Действительно Прогноз был лучше Чем у тех пациентов У которых эти уровни Были ниже Причем это Было прослежено Вне зависимости От молекулярного Подтипа ДБКЛ То есть это может Действительно Являться Важным Независимым Прогностическим Фактором В такой лимфоме Ну перейдем От Т-лимфоцитов К Б-лимфоцитам Б-лимфоциты Понятно Что они могут Представлять из себя Разные популяции В зависимости От степени дифференцировки Как правило В общем Б-лимфоцит направлен На то чтобы В конечном финале Сформировать Плазматическую клетку Задача которой Просто быть Фабрикой Для производства Антител Ну в том числе Противопухолевых Антител Тем не менее Если говорить О предшествующих Стадиях дифференцировки Когда это еще Б-лимфоцит Не превратившийся В плазматическую клетку Вот уже Пожалуйста Мы видим разночтение То есть в разных Исследованиях Показано Разное Собственно говоря Влияние Б-клеточной Инфильтрации Имеется ввиду Инфильтрации Б-лимфоцитами Неопухолевыми В том числе Лимфомы Ходжкина Классической То есть это могут быть Б-регуляторные клетки Которые экспрессируют Как раз Цитокин Интерликин 10 Которые наоборот Оказывают Иммуносупрессивное Воздействие На другие Цитотоксические клетки Которые могли бы Бороться с опухолевыми А в том числе Могут и наоборот Взаимодействовать СиДи 40 Легандом И таким образом Конкурировать С опухолевыми клетками За взаимодействие СиДи 40 СиДи 40 Которое Увеличивает Пролиферацию Опухолевых клеток И таким образом Повышая конкуренцию Они могут Немножко оградить Опухолевые клетки От этого чекпоинта От этого взаимодействия И немножко снизить Их пролиферацию Вот А вторая Значит Вещь Которую хотелось бы Отметить Это плазмоциты Понятно Что их количество Действительно Коррелирует Позитивно Во многих опухолях С Позитивными Какими-то Прогностическими Факторами Вот мне бы хотелось Отдельно Это Еще обсудить На примере Рак молочной железы Который Есть такой По типу Рак молочной железы Который ранее Назывался Медулярным раком Сейчас его называют Раком с медулярным Паттерном И этот рак Характеризуется Высокими уровнями Плазмоцитарной Инфильтрация Коррелировала С Б Симптомами С более Продвинутой Стадией С худшей Выживаемостью То есть Опять Одна и та же Вещь у нас Совершенно Неоднозначно Предстает В разных Опухолях В разном Контексте Правда Вопрос Как это Объяснить Вот например В лимфоме Ходжкина Это связано С тем Что плазмоциты Как-то Увеличивают Рост опухоли И помогают Ей Либо это Просто Те случаи Лимфомы Ходжкина Избирательно Которые Сами По себе Более Агрессивны И вызывают Приход Плазмоцитов Это Открытый Вопрос Ну и Скажем Несколько Слов О Неиммунных Клетках Вот Пожалуйста Фибробласты В опухоли Также имеют Большое Значение Фибробласты В опухоли Отличаются От Фибробластов Обычных Как правило Это Фибробласты С мышечной Дифференцировкой Это так Называемые Миофибробласты В них Активирован Так называемый Сигналинг Тумор Некротического Фактора И Собственно Говоря Основная Молекула Этого Сигналинга Это Нуклеар Фактор Капа Би Вот Который Здесь Показан На схеме Это Увеличивает Их Пролиферацию Кроме Того Это Увеличивает Пролиферацию В собственно Опухолевых Клетках Вот А кроме Того Конечно Эти Фибробласты Помогают Опухоли У них Действительно Увеличен Профиль Секреции Определенных Цитокинов И факторов Ангиогенеза Но вот То, что Обозначено Как воспалительные Цитокины На самом деле Да, воспалительные Цитокины Они привлекают Другие иммунные Клетки К опухоли Но это Как правило Те иммунные Клетки Которые Наоборот Поддерживают Лимфомы Ходжкина Но кроме Того Эти фибробласты В случае Лимфомы Ходжкина Могут Как бы Опять же Экранировать Окружать Опухоль И уменьшать Проникновение Химиопрепаратов Если говорить О сосудах То, наверное Ну, пожалуй Самая все-таки Опухоль Которая заслуживает Внимания Это как раз Не лимфома А это Глиобластома Это опухоль В которой Сосудистая сеть Очень обширная Вот вы видите Это на микропрепарате Вот эти более темные Такие Полосы Если так можно Выразиться Напоминающие Червячки Это, собственно говоря Сосуды Эндотелиального Типа И вот Как раз Вот эти сосуды Очень сильно Сильным образом Развиты в глиобластоме Причем Механизм их возникновения Совершенно уникален Потому что Есть так называемые Стволовые клетки Опухоли в глиобластоме Которые Трансформируются В перициты Сами Благодаря своей Такой полипатентности А перициты Как мы знаем Это клетки С мышечной дифференцировкой Которые вообще Имеют отношение К сосудам И увеличивают Рост сосудов Таким образом Вот опухоль Увеличивает Питание Самой себя Ну и конечно В лимфомах Тоже Сосуды Такого плана Микроокружения Заслуживает Внимание Например Есть исследования Которые показывают Что воскулиризация Более высокой Обнаружена В более агрессивных Лимфомах Которые таким образом Опять же Себя подпитывают Вот И даже Использование Блокаторов Ангиогенеза Правда Очень слабо Но все-таки Немножко увеличивает Выживаемость У таких пациентов Вот А самое уникальное То, что Эндотелий сосудов В беклеточных Лимфомах Может иметь Сходные мутации С опухолевыми клетками Вот тут есть Целое В общем Рассуждение По этому поводу Как это получилось Либо это Эндотелий Сливается С опухолевыми клетками Получаются Такие симпласты Своеобразные Либо это Какие-то стволовые клетки Из которых Развились И опухолевые Лимфоидные И эндотелиальные Вот Либо это Какая-то Опухолевая клетка Которая дифференцируется В направлении Или даже Дифференцируется В направлении Эндотелиоциты Это в общем Вопрос уникальный И открытый И вот Почему у меня Это таким образом Выделено на слайде Это то Что было Собственно Тот вопрос Который у меня стоял На первом слайде Является ли микроокружение Действительно Полностью Моноклональным И неопухолевым Компонентом Опухолевого узла Вероятно В некоторых случаях Это не так Вот как Собственно говоря Показано В случае Сосудов Ну собственно Немножко о практике Какие особенности У нас встают При исследовании Опухолей В зависимости От их типов Микроокружения Понятно Что если Микроокружение Очень выражено Как в лимфоме Ходжкина И мало опухолевых клеток Нам просто трудно Их выделить Для каких-то Научных исследований Банально Потому что Опухолевых клеток Просто мало Если Микроокружение Гетерогенно То конечно Встает вопрос Объективности Какие Фрагменты Опухоли Наиболее Репрезентативны Какие Наиболее Интересны Для исследования Одинаковые Или Опухолевые клетки В разных участках Где различаются Микроокружения Или разные Это просто Вопрос объективности Объема исследования Понятно Что иногда Довольно тяжело Идентифицировать Что за фоновые клетки У нас вообще Имеются в опухоле Во-первых Если мы говорим О микроокружении Как я уже сказал Оно бывает разное Это бывает Микроокружение Которое вызвано Опухолью Так и наоборот Представляет Из себя ответ Иммунной системы На опухоль Как их различить Между собой Это отдельная Огромная проблема В общем Тема отдельной лекции Отличие микроокружения От резидуальной ткани Особенно в случае Иммунных органов Вот опять же Почему наиболее Целесообразно Рассмотреть микроокружение На лимфомах Потому что Лимфомы Возникают часто В лимфоузлах Наиболее часто Там есть резидуальная ткань Как отличить Резидуальные лимфоциты От микроокружения Это отдельный вопрос Кроме того Вот опять же В случае лимфом Сами опухолевые клетки Являются Например Во многих опухолях Лимфоидными Особенно если Они мелкие По размеру Морфологически Могут быть Похожи на микроокружение То как их различить Между собой А вот пожалуйста Иллюстрирую Примеры Вот этих проблем Которые я Уже обозначил ранее Вот классическая Лимфома Ходжкина Нодулярный склероз Синим цветом Выделен лимфоидный фолликул Такой неправильной формы Вторичным И красненьким Опухолевая клетка Которая лежит На его периферии Так вот Как раз окружение Вокруг нее Граничит С нормальной Резидуальной тканью Собственно Лимфоузла Поэтому если мы Исследуем Вот в таких случаях Микроокружение Встает вопрос Не исследуем ли мы Просто резидуальную Лимфоидную ткань А вот пожалуйста Лимфома маргинальной зоны Это индолентная лимфома В большинстве случаев Как правило Из некрупных клеток И собственно Микроокружение Ее тоже из некрупных клеток Это Б-клеточная лимфома Вот вы видите Что CD20 Это Б-клеточный маркер Который маркирует Опухолевые клетки Подчеркивает их А дальше CD5 Это пантеклеточный маркер Который маркирует Микроокружение Но только с помощью Моногистохимии Мы можем их отличить Друг от друга Потому что Если посмотреть На гематоксилина Азин В общем И там и там Некрупные лимфоциты А вот еще Огромная проблема Иногда вообще Микроокружение Мешает нам Диагноз поставить Вот пожалуйста Лимфоидный инфильтрат Выраженный Монотонный Патоморфологи Вполне понимают Что вот такая картина Крайне подозрительна В отношении лимфомы Или как правило Или даже может быть В некоторых случаях Пограничного Лимфопролиферативного Заболевания Может быть не злокачественного А с неопределенным Потенциалом злокачественности Как раз в данном случае Которое кодируется Дробь 1 Вот пожалуйста Но когда мы начинаем Это вот кожное Как раз CD4 Позитивное Лимфопролиферативное Заболевание Когда мы начинаем Его раскрашивать Иммуногистохимически Что мы видим Пантоклеточный маркер Который красит Клетки опухоли И панбоклеточный маркер Который красит Выраженное Характерное Для конкретного Лимфопролиферативного Заболевания Микроокружение Пожалуйста Примерно одинаковые Доли окрашивания Как поставить диагноз Может быть это вообще Реактивный инфильтрат С равными долями В и Т лимфоцитов Ну вот приходится Обращаться к дополнительным Методам исследования Определять клональность Т-клеток и В-клеток Разбираться Есть ли тут вообще опухоль Ну понятно Как определить Микроокружение На практике Это опять же Отдельный предмет Для разговора Когда вы этим занимаетесь Важно вообще понимать Что вы определяете Вы определяете процент Вы определяете штуки Вы определяете площадь Где вы считаете Эти клетки микроокружения Например В раке молочной железы Группа по исследованию Туморинфильтрирующих лимфоцитов В раке молочной железы Вообще Сделала определенные рекомендации Как их оценивать Они оцениваются Исключительно в строме опухоли А не в толще Как бы солидных Опухолевых полей Это во-первых А во-вторых Не имеет смысла оценивать Микроокружение На периферии опухоли Например В прилежащей жировой клетчатке Кроме того Вот если мы говорим Например о сосудах То в сосудах Например Играет роль Площадь занимаемая сосудами Если мы говорим О строме Тоже площадь Занимаемая стромой И например В классической лимфоме Ходжкина Мы знаем Что есть вариант С лимфоидным истощением Который богат Так называемой Стромой фибробластической И там как раз Площадь занимаемой Стромой И определяет Этот подвариант Лимфомы Ходжкина С лимфоидным истощением. Там много стромы, мало лимфоцитов. У этого варианта лимфомы Ходжкина плохой прогноз. Это имеет значение. Кроме того, действительно, стоит иметь в виду, какие есть молекулярные характеристики микроокружения. Понятно, что не только морфология, а иммуногистохимия позволяет выявить те или другие иммунные клетки. Таким образом, нам важно знать линейность лимфоцитов, которую мы определяем. Или, например, если это сосуды, есть определенные молекулы для подчеркивания сосудов CD34. Последнее, наверное, что мне бы хотелось сказать, это, опять же, буквально несколько слов о молекулах контрольной точки. Наверное, все слышали, все сейчас говорят о PD-L1 и PD-1. Есть разные молекулы, которые взаимодействуют друг с другом, в том числе PD-1 взаимодействует с PD-L1. Эти молекулы при взаимодействии друг с другом блокируют ответ иммунной системы на присутствие опухоли. Это, в общем, таким образом опухоль, экспрессируя PD-L1, вступает в этот контакт и использует природный механизм блокировки Т-лимфоцитов на ее наличие. Понятно, что мы можем разными агентами блокировать как PD-L1, так и PD-1, разрушать этот контакт и активировать реакцию иммунной системы на опухоль. В лимфомах это имеет огромное значение. Есть лимфомы, которые очень активно экспрессируют PD-L1. Вот, пожалуйста, первичная медиастинальная баклеточная лимфома. Она характеризуется очень высоким уровнем экспрессии PD-L1. Это представлено на слайде. А вот рядом, с другой стороны, вы видите немелкоклеточный рак легкого, где окрашивается не только опухолевая ткань, но и мелкие лимфоидные клетки, которые также имеют клиническое значение. Вот отсюда следует, наверное, мой предпоследний слайд. Если вы занимаетесь PD-L1 диагностикой, важно понимать, что вы определяете. Вы определяете PD-L1 каким клоном конкретно. Потому что клон PD-L1 привязан к препарату, которым будет лечить потом этого пациента. Не любым клоном можно определять в том или ином случае. Препарат подобран для определенной локализации. Кроме того, для определенной локализации для разных раков существуют разные пороговые значения. Где-то нужно определять опухолевые клетки, где-то, как я уже сказал, иммунные клетки, которые тоже экспрессируют PD-L1. То есть, когда вы занимаетесь PD-L1 диагностикой, важно понимать, вот есть такие сводные таблицы, статьи, отдельные курсы по изучению PD-L1 диагностики, которые позволяют вам понять, что вы определяете в данной конкретной клинической задаче. PD-L1 – это не то же самое, что PD-L1. Иногда мы сталкиваемся с такими заключениями, когда врач отмечает экспрессию PD-L1 на опухолевой ткани и говорит о том, что там негативная экспрессия, и эта опухоль не ответит на иммунотерапию. Но PD-L1 – это не PD-L1. Это та молекула, которая экспрессирует в ответ на PD-L1 иммунное окружение. А мы говорим об опухолевых клетках, которые экспрессируют PD-L1. Поэтому важно понимать, что вы определяете в данной конкретной ситуации. Ну, собственно, зачем нам нужно знание о микроокружении? Это позволяет вообще идентифицировать опухоль. Как я сказал, иногда вообще микроокружение является специфичным для определенного типа опухоли. Это позволяет поставить точный диагноз, а это позволяет определить прогностическую группу, потому что микроокружение очень различается между разными опухолями. И, конечно, это имеет предиктивное значение, потому что на микроокружение теперь нацелено большое количество агентов. Ну, конечно, с PD-L1 терапией мы начинали, а теперь есть исследования по применению других препаратов. Это блокаторы CD25, это блокаторы брутон-терозинкиназы. Они направлены на микроокружение опухоли, которое подпитывает саму опухоль. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...